да мы готовы все дес громче все я сделал мне очень радостно за себя так что новый поворот моей жизни произошел и с такими интересными новыми людьми которые сейчас впереди планеты все я считаю что стримерство это круто среди вас дима это не про тебя посади всей планеты уже в свой путь меня зовут анна но так чтобы с оригинальничать в основном все мои знакомые друзья со школы меня почему-то назвали по отчеству рудольфовна поэтому если вам будет так удобно пожалуйста я люблю свое имя аня мне нравится больше чем анна последнее время я прям стала жестко анной ну видимо годы годы свое берут вот что сегодня я хочу сказать несколько слов я очень благодарна вадиму безмерно за что такой бонус доверия это первый был клиент ребенок пришел до рассказать как мне помогли я пришел говорю рассказываю мне спрашиваю что ты хочешь я говорю хочу не материться мне говорят но не матерись от по спс и ушел просто ну было немножечко по-другому ну ладно мне так мама рассказывала что так было я не помню на самом деле 10 лет 10 наверное лет 10 и потом самое интересное я с нулевой материться ты нарисовал рисунок мой портрет и удивительно что тогда у меня была крайне короткая стрижка ты нарисовал мне с косами вот я смотрю рисунок смотрю вовнутрь нет не сохранился у татьяны может быть сохранился и так что сегодня я хотела бы с вами начать делать так скажем да я понимаю что тестами сегодня психологическим никого не удивишь на самом деле их полно он пестрит интернет ими что мы их никогда не я никогда не проходил например никогда не проходил ну и значит не надо было тебе хорошо наверняка не было интересно ты бы это прошел бы открыл посмотрел что это такое но тем не менее интерес к психологии все живее и живее становится жизни а вот и сегодня так как вы люди молодые не все все это я про себя я считаю себя еще молодой нет анна это я про себя про себя я смешал 35 я поняла вот мне 53 а мы считаем что он при при смерти уже вот я еще жива как видишь и так о чем бы я хотела сегодня поговорить знаете о самых таких основных вещах которые на мой взгляд важны но коль вы меня сегодня пригласили значит я буду о них говорить и так хотелось бы с чего мне сегодня начать наше знакомство и такой вот блиц опрос с того с упражнения которое очень простое в исполнении но очень показательное при всем информативное это упражнение первый шаг это как признать что алкоголик типа да нет нет да ну ты что это чисто личное твое дело первый шаг в своде упражнений как от унылыша перейти к позитивному человеку это первое упражнение поэтому я скажу так вам из опыта уныние на сегодняшний день очень конечно вот сейчас вот смотрите сейчас мы начнем с вами маленький простой совершенно тестик вот если бы у вас была ручка карандашик и листочек было бы очень здорово есть такой рядышком пейнт открываю смотрите что нужно будет просто листок и карандаш ручка можно и ручкой можно конечно но ручка иногда подводит поэтому лучше карандаш простой нужно будет согласен да открой пейнт просто не хочешь ну просто у меня вообще нету ни ручки не я прощу вот все отлично отлично открывай ничего я вижу я вижу сейчас вот отлично супер открываем первую страничку номер карты пароль нет 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 это мне не нужно все отлично и остался у нас слава только одна страна листка нужна будет потому что на второй у меня или нужен чистый пул лист а нужен большой лист не нужен большой хорошо все один нибудь неважно итак что мне нужно чтобы вы так нет в одну часть скажите пожалуйста вы к кому на улице обратитесь с вопросом человеку который улыбается или человек который грустный в сторонке грустит время который грустит который грустит да он в стильте я понял что это свой подошел спросил поняла нет который улыбается который улыбается ну ладно да то есть вы прекрасно понимаете что люди которые улыбчивые позитивные в общении они приятнее в общении ну тут риторический вопрос на самом деле правильно так вот намеки на меня походу что я неприятен вообще не пересвать ну ты пишем я только пришел производишь впечатление человека активного вадим поэтому не это самое не прибедняйся и так что нам нужно ось координат вот такая вот две пересекающиеся прямые посередине нолик точка отсчета что мы сейчас будем делать мы будем попытаться определить свой путь нолик это сейчас мы получается да нет это ты это начало дима у тебя тридцать пятый уже смотрите итак четыре составляющих первое это здоровье дима ты тоже все плохо смотрите давайте просто напишем второе отношение сейчас я все поясню покажите еще раз где там здоровье темимо отношения дело и время что нам нужно сделать вот ноль каждый лучик мы делим на десять на десять частей ну десять показателей что пишет дима все мимо не ну делай время ладно да 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 так итак смотрите здоровье когда мы здоровы десятка это самый здоровый извините а достаточно мне достаточно одной шкалы нарисовать или тоже десять нумеровать в смысле достаточно одной ну просто до десяти явно не дотяну по моему да ну не важно смотрите я просто говорю в идеале как как эту шкалу выполнить в идеале вы там как угодно вам итак смотрите от нуля до десяти здоровый человек это обычно человек который о здоровье и не вспоминает и не думает согласны со мной вот теперь определите свое место на этой шкале и поставьте точку быстро работаем пока не могу себя найти так ну ладно может постарайся теперь смотрите отношения что имеется в виду на шкале отношения если у вас хорошо со взаимоотношениями то есть вы с теми с кем хотите быть сколько сколько хотите с ними быть и все у вас в этом случае нормально это десятка если что то другое ставьте себе точечку что касается дела вы делаете то что хотите сколько хотите и получаете за это тоже сколько хотите я только что понял что у димана просто одна точка смеешься мы это все сейчас выясним если диман захочет можно ли за стрим это исправить будет я думаю что нет блин небольшого обнадеживания но мимо хладно так теперь время значит вы делаете вы всегда успеваете делаете все по плану что запланировали куда и ваших будешь ой что запланировали покупать дурак блять ой извиня ой слава слава фу слава что по времени там вы все успеваете вы все успеваете стрим 17 и делаете в определенное время как запланировали и тоже себе на шкале на этой пожалуйста пометьте свою точку теперь самое интересное соедините эти точки между собой а как это сделать ну как очень просто а типа кружок по кругу что ли нет ну я просто такого у меня еще не было у тебя 4 угольные получится ну если хочется кружок слава значит кружок у меня у меня яйцо получилось если хотите кружок вы действительно особенный народ я вам скажу никто не соединял дуками посмотрите пожалуйста какая третья шкала была не успела записать смотрите есть здоровье есть отношения есть дело и время что по времени что не успела мне кажется время события любимое какую шкалу не успел записать а я понял в отношении слава может подредактировать шкалу отношения слава так я сделал сделал малыш прости а теперь отлично а теперь внизу смотрите я рисую такую лодочку лодка жизни которая вот она плывет по морю жизни и вот посмотрите на свои паруса у меня нормально кстати нормально а как лодку нарисовать покажите я не понял да а просто вот да ну и так это все символично у меня парус нормально покажите паруса своей господа моя лодка далеко не уедем ребят я не вижу вадим твоего ты очень как-то у меня влево плывет уже слишком засвет вода не видно у меня нормальная лодка у меня очень плохая лодка вышла ребят а как у моя лодка у меня такая же как у вади лодка куда плывем вадим со временем вот тут проселки да однако маленько да да то есть смотрите вот теперь вы можете просто ответить на свой вопрос вот ваша лодочка по морю жизни насколько у нее паруса соответствует тому чтобы с хорошей скоростью идти в этой жизни то есть вы понимаете где над чем надо работать так скажем понятно уже лучше да и что делать вот а теперь мне бы хотелось ну как бы в догоночку ну в догоночку примерно та же самая история только она называется уже диаграмма самооценки тут никакой не надо лодочки никуда плыть а здесь просто да я уже заплыл ты уже заплыл и чего выплыли по самооценке смотрите а диаграмма самооценки то есть самооценка вы понимаете что она формируется обществом но все равно она сама то есть как вы себя ощущаете поэтому я бы хотела предложить вам тоже четыре таким же образом рисуем две пересекающихся прямые сейчас в начале грузану еще один вис нужен а потом желательно можно перевернуть вообще то можно перевернуть что опять надо будет пойти второй лист к этому мне жизнь не готовила ой ладно можно пожалуйста повторить мне позвонили прослушал прослушал говорю такую же штуку сейчас мы точно так же нарисуем диаграмму но только уже не будет никаких парусов никакой лодки мы просто определим что у меня 5 фпс насколько сама оценка же важна важна да да вот мы определим там будет вопрос про шутки я в шутках просто лучше нет все тут будет вопрос какие у вас навыки умения это первое самое верхнее где было здоровье у нас на парусе мы так же рисуем ось вы так же рисуете тоже ноль тоже ноль максимальная точка десять я даже до десяти не могу с первого раза посчитать раз два это проблема согласен все точки на нуле смотрите ну вот девять у меня девять получилось навыки умения потом вот здесь вот семья характер стоп а я по-моему рандом пишу где попало самая верхняя навыки умения так левая ось левая семья характер семья и самая нижняя это способность то же самое справа семья да справа семья то же самое только не начинайте задавать вопрос который обычно задают а какой какая это семья где папа и мама или где моя девушка что и у кого как а моя семья это чат ну чат так значит чат я могу считать чат своей семьей нормально вать ты подлежал Вадим это твой листок ты волен делать все что ты хочешь и вообще ты хозяин своей жизни поэтому давайте поэтому вот от ноля до десяти пожалуйста так же точечки ставим у вас уже опыт есть слева и снизу характер и способность а что значит характер а что значит характер как ты считаешь насколько у тебя хорош характер мы сейчас хороший или сложный хороший или сложный или плохой неважно вот ты сейчас этой точкой и определишь это же твоя самооценка ты сам себя сейчас оцениваешь вот ты оцени свой характер от нуля до десяти это скиллы типа способность это что ты способен делать а понял предпринимать делать участвовать опять же у каждого свое представление о делании и так способности навыки умения то что вы приобрели уже приобрели уже набор санпак и семья Вадим нам стыдно за тебя на последнюю парту и семья почему я реально на последнюю парту то есть все точки поставили на этих шкалах и точно так же соединили паруса поменьше вышли а у меня наоборот вообще гигантические отлично а можете показать конечно они чсвшники просто думают что они что-то умеют да это точно паруса отлично отлично супер отлично ну у меня больше чем тот отлично ну-ка войдем у меня меньше Диман сейчас вопрос круги рисуешь прошу все отлично молодцы я довольна у нас парень который не может нормально нарисовать и у него способность 8 да способности 8 тебе ставят ну и что способности 8 это разве плохо это же его самооценка конечно он сам себя так оценивает Рома Рома сейчас будет а ты его оцениваешь это в целом другая история так смотрите теперь вы говорили вернее спрашивали меня в самом начале нашего разговора вы спрашивали меня а мы сразу откорректируем что-то в течение нашего общения я сказала нет так вот откорректируем немножко если вы зададите себе вопрос вот смотрите у вас например Вадим давай возьмем тебя так что у тебя на шкале навыки умения какая у тебя циферка там 6 6 отлично скажи пожалуйста Вадим ты знаешь что нужно делать чтобы ты с цифры 6 перешел на цифру 7 что что нужно делать а это я тоже знать я у тебя спрашиваю я готовлюсь джунгли сейчас я хочу научиться выживать отлично подожди вот смотри навыки умения которыми ты уже обладаешь у тебя уже набор определенный их есть вот скажи пожалуйста вот ты поставил в навыках умениях шестерку себе сам себе поставил шестерку скажи чтобы ты сам себе поставил семерку ты знаешь что нужно делать время чтобы ты оценил свои навыки умения а я понял чтобы я типа себе семь поставил что мне нужно поменять себе ты знаешь что тебе нужно делать знаешь или нет как на нем не щелкать Вадим не ты не знаешь надо подумать фууууу хорошо окей прошу по другому что ты поставил на шкале семья Десять. Десять. То есть самый максимум? Конечно. У тебя там все окей? Вообще все отлично. У меня самая лучшая мама на свете, например, кто-то пришел. Хорошо. Ну, а во взаимоотношении никаких шероховатостей, никаких вопросов, ничего не возникает никогда? Ну, бывает, но это не критично, мне кажется. Это не критично. Хорошо, тогда спрошу по-другому. Ну, то есть, если десятка у нас максимум, самая максимальная точка, то есть развиваться некуда в ваших взаимоотношениях с мамой. Так это не только с мамой. Нет, с мамой шероховатости вообще не бывает. Хорошо, с мамой шероховатости не бывает, но ты определил маму как семью сейчас. Да, например. Нет, почему семья? Это все, что меня окружает. Ладно, тогда есть проблемы. Подожди, 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 Вадим. Подожди, не убегай. Ты сказал, что моя семья – это мой канал, да? Ну, все, я уже расстроен. Да не расстраивайся. Все, с 10 на 7 переходим. Переходим на 7, тогда я спрашиваю у тебя следующий вопрос. Вадим. Так. А ты знаешь, что нужно тебе делать, чтобы ты на восьмерку во взаимоотношениях со своей семьей, как каналом, произошел? Ну, превзошел себя. Дальше, на семерочку продвинулся. Не знаю, в чильте, сейчас я думаю. Надо не стримить касс. Нет. Вадим. Ну, хотя, да, знаю. Вот и все. Блин, я сейчас, я не знаю, я сказал, знаю просто. Ладно, ладно, я знаю, знаю, ладно. Ну, в всяком случае ты знаешь и пробуешь. Короче, у меня за тильтель, и у меня дебаф на 7. Теперь давай к характеру перейдем. Ну, ты уже у нас тут мальчик для битья сегодня. Характер. Что ты поставил? Что поставил себе? Я поставил себе 6. Не знаю, почему 6. Хотя, мне кажется, у меня характер, это вообще капец. Можешь семерку восьмело ставить. Смотри, 6 ты поставил, это выше среднего. Если пятерочка, она серединка золотая, то есть выше среднего ты поставил себе. На самом деле, очень хорошая оценка. Все нормально с самооценкой. Что-то я тоже так сейчас думал. Вот, а теперь скажи, ладно. Скажи теперь, что нужно делать. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы перейти на 7? В характере. Да. Зачем тебе работать? Тут я знаю, единственный раз. Знаешь? В тот раз обманул просто. Ну, отлично. Ну, да, тут да. А теперь, а теперь способности. Способности? У тебя есть способности? Что ты поставил себе? 5. 5. Середина золотая, кстати. Отличная оценка. Это значит, красава. Адекватная самооценка. То есть, у нас вообще три вида самооценки, да? Это завышенная, заниженная, адекватная. Завышенная, я думаю, у Димана будет. У тебя? У Димана? Завышенная самооценка будет. У меня нет. Вадим, опять тот же самый пресловутый вопрос. Ты знаешь, что нужно делать, чтобы твоя... Что значит способности вообще? Способности? На что ты способен? На что ты способен еще? А, ну хотя да, я понял, я понял. Все, я на ипру сейчас вообще? Все. Все классно. На примере Вадима я на самом деле рассказала, что можно сделать с этой диаграммой. И на этом мы, вот эту нашу часть, так скажем, когда мы начинали потихонечку знакомиться с вами, где я себя назвала, кстати. А вы себя никто не называл. Я знаю, кроме Вадима, еще вот Слава. Все. Что это Слава. Больше я не знаю никого. Поэтому представьтесь, пожалуйста, расскажите хоть пару слов. Но я должна знать, с кем мы общаемся. Дмитрий, стример. У меня зовут Рома, я алкоголик. Ваня, стример. Рома, алкоголик. Лера, стример. Лера, стример. Дмитрий, стример. Дмитрий, стример. Иван, стример. Прикольно звучит, 3-3, стример. Ты сказал строго? Нет, Иван. Лера. Иван. Има. Иван. Слава. Я алкоголик. Алкоголик, я запомнила, а имя, к сожалению, нет. Рома. 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 Можно просто алкоголик. Все, ребят, ну, теперь уйдем от уныния. Так. И начнем нашу разминку. Ну, начнем делать то... Так, я включаю, получается, экран, да? Да, все, на самом деле, все очень просто. Очень простые тесты. Они больше направлены на развлечение, чем на какое-то, ну, как сказать, развитие, так скажем. Я считаю, что развлечение хорошее. Это и есть развитие. Поэтому давайте развлечемся. Так, я буду открывать стрим, когда, получается, будет нужно быть на время. Еще раз. Я буду открывать... Да, это я чату сказал, что буду открывать стрим на фуллэкран в момент, а потом буду опять вебки. Давай, Том. Леденцы. Задача ваша сейчас внимательно посмотреть. Вообще, задание на внимание. Я нашел. На концентрацию внимания. Что нужно найти? Что нужно найти? Леденец, который орут. Нет. 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 Надо найти леденец. Просто леденец? Просто леденец. Я нашел. Я нашел. Где? Покажите. Где? Право, лево, низ. Право, вверх. Вверху, справа. Да. Вот это, Лер? Да. Да. Правильно? Так. Подожди, это тот, который... Просто голод по рожде. Он розовый такой. Он один только может быть. Он розовый такой. Он один, да. Он розовый такой на палочке. Я лучший из лучших. Я на нем мышку держал уже давно. Она ответы нашла в интернете. Так не счастлив. В смысле? Я ровно не вижу. Отлично. Вон сверху, видишь? Теперь вам нужно найти. Понял. У нас все не дошло. Можно показать, где, пожалуйста? Вон сверху, видишь? Конечно, можно. Сверху, вон. А, я не могу же показать тебе. А у кого мышка, я не вижу просто. Тема, покажи. На. Все. Да, все. Тема решил, что тебе не надо. Все, забей. Следующее. Теперь, смотрите. Здесь нужно найти мышонка. Слева посередине? Нет. Да, он за мухомором. За мухомором, да. Я вижу, что он. С другой стороны и посередине. Какой молодец. О, нашел! О! Красава. А я нет. Я тоже нет. За мухомором слева посередине. Все, все, все. Давайте найдем. Нашла? Да. Слушайте, вы такие молодцы. Очень быстро. Да, согласен. Наверное, сказывается все-таки ваша работа. Вадя, ты нашел? Нет. Давайте подождем. Пускай Вадим найдет. А будет задание найти запрет? О, так это до завтра. Быстро найдем еще. Еще и еще. Вот это? Нашел, Вадим? Не знаю. Брат, ты в тильте. А мы-то показываем. Я в тильте. Вадя, там мышка прям... Среди грибов мышку найти можно. Она отличается от гриба. На самом деле. Прям, смотри, бери на центр и налево. Да, центр и налево иди. А, вот она! Да, Вадь. Маленькая, вот она. А мышонок как-то масенький. Нормально. Масенький-масенький мышоночек. Еще страшно, полторы минуты все. Так, теперь посмотрите внимательно. Увеличь максимально. Так, что надо сделать? А теперь посмотрите внимательно на этих человечков, которые сидят на дереве в разных позах. И подумайте, с каким из этих человечков вы себя ассоциируете. Очень большая просьба. Десяточка. Сильно, долго не раздумывать. Вот просто импульс пошел и скажите. Десятый. Пять. Быстренько. Деванке восемнадцать. Следующий. Я одиннадцать. Отлично. Я два. Так. Десять. Че? Ванек, он занятый. Слава. Нет такого занятый. Ладно. Роман сказал? Два. Два. Угу. Я восемнадцатый. А че никто двадцатого не сказал? Не знаю. Так, пятерочка. Лер, по-моему, ты пятерку сказала, да? Что тебе характерно? Быстрая утомляемость? Слабость из-за небольшого запаса энергии и жизненных сил? Так. Вот эта пятерочка. Где эта пятерочка? Лежит, отдыхает. Лежит, отдыхает. Устала. Ты пятерочку выбрала? Да. Че ты на чиле? Так. Так, пожалуйста, кто два выбрал? Я. Роман. Да. Коммуникабельная личность, нацеленная на помощь друзьям и близким. Мне кажется, он стягивает тела, просто он не залез. Сюда. Вадим, ты что? Одиннадцать. 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 Кстати говоря, у тебя характеристика совпадает с характеристикой Романа, что ты коммуникабельная личность. Нацеленная на помощь друзьям и близким. Так, следующий. Дима. Десяточка. Десяточка. Да, десятка. 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 Нормальная адаптация к текущей жизненной ситуации, полный комфорт и довольство окружающим миром. Ты доволен окружающим миром, Дим? Я, да. Весь в гармонии. Ну, конечно, глюкозка пошла, он покушал. Фруктоска пошла. Кому я еще не сказала? Кому что не сказала? Я восемнадцатый. Восемнадцатый. Ну, у тебя прикольный чел. А он прыгает или что? А восемнадцатый коммуникабельная личность, нацеленная на помощь друзьям и близким. Я просто задом повернулся, мне понравилось. Что? Характеристика один. Один, можно сказать? Можно. Поза целеустремленного человека, который ничего не боится, ни препятствий, ни преград на пути. У четырнадцатого что интересно? Четырнадцатый. Скрыти двадцать один, там весь чат выбрал двадцать один. Тревожность и замкнутость ведет к минимизации круга общения и снижение коммуникаций. У нас это называется дед инсайд. А я думал, двадцать первая, и мне на голову какает восемнадцатый. Это зарк получается. А что двадцатая? Сейчас скажу. Двадцать первая. Легче всех просто рассказать. Нет. Двадцатая. Хорошо, я расскажу всех. Давайте. Двадцатая. Завышенная самооценка лидера требует максимального внимания окружающих к себе любимому. ЧСВ, короче. Это двадцатая. А пятнадцатый? Хорошо. Подсос двадцатого. Любит лизать ноги под двадцатого. Пятнадцатый. Нормальная адаптация к текущей жизненной ситуации, полный комфорт и довольство окружающим миром. Гармония. Велона строго. Все отлично. Кого еще? Ты охуел? Вышел из хлопа. А бомбам его? Живо. А что четырнадцать? Побойся Бога, Ваня. Сейчас все скажу. Четырнадцатый. Налицо внутренний кризис. Эмоциональные проблемы и даже начало депрессии. Слав, что не выбрал? Курсет. А кто выбрал четырнадцать? Никто. Никто. Это ты просто хотел... Да, да, просто интересно. Характеристику всем. Еще какие-то есть вопросы по этому? Интересно, вот восьмой сидит, а восемнадцатый стоит. Вот они типа вот восьмого что? Восьмой сидит. Восьмой сидит, восемнадцатый стоит. Да, а что восьмого? Восьмой сидит, восемнадцатый вышел. Так, и... Ну, а что восьмого? Кто это восьмой? Восьмой? Восемнадцатый. Коммуникабельная личность, нацеленная на помощь друзьям и близким. Это восемнадцатый. А вот что касается восьмого, любит погружаться в свой мир, уходить в себя, мечтать и размышлять. Отвернулся, ему неплохо. Поза такая, ножками болтает, сидит. А двенадцатый он такой же, как одиннадцатый? А двенадцатый? А двенадцатый он такой же, как одиннадцатый. Ага. Двенадцатый такой же, как одиннадцатый, но обнимаются вместе. Просто седьмого еще. Седьмого будет вам седьмой. Поза целеустремленного человека. Ага. Так выглядит эта поза? Поза целеустремленного человека, который ничего не боится, ни препятствий, ни преград. А то, что он лезет в ветку? Он лезет наверх. А, понял. Уперся в ветку. Так поэтому он и не боится препятствий. Ветка ему не препятствия. Он ее сломает, да? И одиннадцатый сразу нападут. Конечно, головой сломает. А тринадцатый он завидует или что? Почему тринадцатый так смотрит? Тринадцатый просто смотрит. Так, тринадцатый. А девятый супергерой? Подожди. Тринадцатый просто смотрит. Да, он просто наблюдает. Тривожность и замкнутость ведут к минимализации круга общения и снижению коммуникабельности. Ну, ему хорошо? Ну, ему хорошо. Ой, какую грязь в кассе просчитал? Все пишут девятого. Да, очень много девятого. Девятого пишут? Слева. Узел, узел делает. Это супермен какой-то. Просто очень веселый по жизни человек, любитель развлечений. Ого. По лицу не скажешь, что он веселый. Ну, он сосредоточенный. Все, понял. Я пережирать обезьяну похож. Первый, да. Так, все, пошлите дальше. Пошлите дальше. Так. Итак, смотрите перед нами. Мамонт. Мамонт. Номер карточки везти больше. Хорошо. Итак, смотрите. Вот лоточки с яйцами. Что вам нужно сделать? Посмотреть на ваше мнение, где более всего гармонично разложены эти яйца. Вот на ваш взгляд. И тоже будет характеристика. Три. Так, у Леры три. Один. Один. Мне тоже нравится один. Один у кого у Димы? Как вилды, типа упали. Я Рома. А, у Ромы. Ромы, у Димы тоже один. У Леры один. У меня три. А, у тебя три. Вадим, у тебя. Я один. Мне один нравится. Мне нравится четыре. Отлично. Мне нравится два. Ого. Так, хорошо. Починаем. Итак, один. Вариант один. Твоя сила в творчестве. Новые идеи постоянно роятся в голове, и тебе сложно усидеть на одном месте, быть в центре внимания и успешно справляться с потоком дел твоя стихия. Соответствует? Соответствует, я думаю. Конечно. Это мы с Ромой лучше. Диман, что да, Диман. Ты вот там четыре где-то. Ты легко проникаешь в суть вещей. Не понял. Выбираешь простой способ. Продолжаю. А, это мне. И все равно добиваешься приемлемого результата. Молодец. Твоя креативность привлекает внимание, развивай ее и умей ценить. Ну, то есть, мысли роятся, знаешь, что делать, знаешь, куда идти и с какой скоростью. Это было один. Три. Три. Два сильная сторона – это невероятная гибкость. Ты умеешь справляться с трудностями, порой даже находя более сложные пути, чем следовало бы. Но вместе с тем, ты изучаешь… Лера, это ты. Но вместе с тем, ты изучаешь новые вещи и развиваешься, создавая вокруг мир, который тебе больше нравится. Даже если ты переживаешь какой-то переходный этап, не унывай, скоро ты придешь, перейдешь на новый уровень. А тут плохого нет? Ничего? Типа выбрал яйца плохие, ты там козел. Такие. Да ну перестань. А можно четвертую мою? Конечно можно. Конечно, на. Не надо искать никаких подвохов там, где их нет. Понимаешь? Нищу. Ищешь. Итак, четвертое. Твоя сила заключается в решительности. Ты не из тех, кто долго размышляет перед действием. Лидерские качества, напор и умение мгновенно ориентироваться в ситуации помогают чувствовать себя уверенно. Люди восхищаются твоей сосредоточенностью и умением двигаться вперед. Научись находить правильные ориентиры, если у тебя будут амбициозные и грамотные цели, то с твоей решительностью ты сможешь добиться успеха. А можете еще два прочитать? Приятно. Лути, Слава. Ну я вообще четыре выбирал по-другому. Я просто, если открыл такую пачку, я бы его горнул. Пачку мы такую открыть не можем. Там должно быть десять яиц. Да. Мы просто смотрим, на наш взгляд, какое расположение яиц нам нравится больше. Итак, два. Твоя сила заключается в логике и аналитическом уме. Ты прирожденный организатор, умеешь правильно структурировать большое количество задач, чтобы работать в одиночку. Но попадая в команду, ты умеешь быстро разделить обязанности между всеми. Больше полагайся на свой ум, а не на эмоции. И ты добьешься успеха. Это Ваня, да, выбрал? Да. Вань, ты один отлучший сейчас. Может, другой выберешь, Ваня? Ваня, когда слоты будешь выбирать, вспомни про яиц. Так, давайте дальше. Все мимо. Про Ваню. Ваньку вообще не попало. Такое. Теперь классический тест в сонде. Посмотрите внимательно на этих людей. Прикольный тест. Если их где-то увидите на улице, сообщите в полицию. Как и говоря. Мне сразу чел один понравился. Послушайте, что нужно сделать. Посмотрели внимательно. Я хочу, чтобы вы их внимательно посмотрели. А ответили на такой вопрос. И выбрали то лицо. А третий – это Навальный похож. Который не нравится, да? Который не нравится больше. С кем бы не хотелось встречаться. Кто раздражает своим видом. С кем бы не хотелось встретиться в темном переулке в темное время. А если бы встретились, то попытаться. Четыре. А если у меня это разные люди, кто не нравится, и с кем бы не хотелось встретиться в темном переулке? Ну, хорошо. Давай так, кто не нравится, кто раздражает, кто тебе неприятен из этих восьми портретов. Кто неприятен. Вот выбрали для себя. Седьмой обычный, но с ним бы не хотелось встретиться. А, это вы озвучиваете? Я, конечно, буду озвучивать. А ну, нам озвучить? Я третий. Ну, естественно, вы будете озвучивать. Я просто даю вам время. Что, Диман, плюс 15 рублей, да? Я третьим. Итак, смотрите. Мне четвертый не нравится. Так, один, да? Первый. Один, четыре. Лера, один. Один, четыре. Что еще? Кто еще? У меня один. Один. Еще? Мне вообще как-то все нормальные. Я не знаю. Серьезно? Как не нравится. Ты не замечаешь в первом какую-то такую подлую улыбку? Да, да, да. Есть такая тема. Я тоже заметил. И четвертый тоже так улыбается. Мне вот те, что улыбаются, мне понравились. Мне вот четвертого такая улыбочка. Первый, он профессор какого-то института. Все такие грустные, грустные. А вот первый и четвертый такие улыбаются. Не, третий, мне кажется, самый опасный у них. Один и четыре. Других я не видел, не слышала. Ну пусть шесть будет еще. Третьего башка смешная. Шесть. Ну вот, это и пугает. Один, четыре, шесть. Я третьего в новостях где-то видел. А третий, третий еще. Третий. Один, три, четыре, шесть. Так? Да. Итак, для начала скажу. Люди, которые раздражают. Ну вы, наверное, слышали эту теорию. Хотя это теория, которая подтверждена практикой. Которые очень не нравятся. Вызывают ярчайшую антипатию. Это то, что есть у нас в измененном виде. И раздражаем мы на самом деле. Вот когда мы раздражаемся, когда люди нас выводят на эмоции обычно. Раздражает это то, что скрыто в нас по сути. Поэтому вот этот тест в Солде, он замешан как раз на этих вещах, чтобы можно было психологу сориентироваться вообще в типе личности, который... А я вообще не знаю, что выбрать. Я в тильте. Ну ты же... Слушай-ка, Вадим, ну ты же уже выбрал даже. Ты говоришь, не знаешь. Ну ты же выбрал шесть, по-моему, ты сказал. Нет. Я не выбрал, я никого не сказал вообще. А, ты сказал, что ты не можешь. Ну хорошо. Давай начнем с тех, кто уже смог. Итак. Я бездарю. Вера. Один. Один. Этот тип называется садист. Вероятнее всего, в детстве вы подавляли проявление авторитаризма в собственном поведении, тягу к доминированию и дурные наклонности. Если вы выбрали портрет этого учителя в своем подсознании, вы подавляете обидные и унизительные порывы по отношению к окружающим. В целом, Лера, вы мирный, безобидный человек, всегда готовы помочь другим. Если вы работаете в офисе, то вашему начальнику бывает трудно управлять вами. Когда вы не находите и не хотите делать то, что он вам говорит, тогда вы искусно создаете препятствия, например, опаздываете на работу или говорите, что у вас нет настроения перед лицом трудностей или обидчиков, вы занимаете позицию пассивного сопротивления или игнорирования. В конце концов, утомляют источник ваших проблем. Все, она в телете. Все. Все, плюс один в мою банду. Уныниший, уныниший садил сюда, захватят мир. Так, я просто никогда не опаздывала. Можно четыре. Так, три, нет, лучше по очереди. Нет, я вообще имею в виду, что... Кто три выбрал? Ваня, Дима. Дима. Три. Три. Итак, кататоник. Характерные черты этого психического расстройства излишняя стимуляция воображения. От которой оно становится больным и негативным. В случае, если у вас эта личность вызвал, эти чувства вызвал этот мужчина, у вас, скорее всего, подавляется мысленная гиперактивность, которая заставляет терять связь с реальностью. Вы, по своей природе, консерватор, подсознанием, относящийся к разного рода переменам и инновациям. Вы недоверчивый, робкий человек, с трудом приспосабливаетесь к новому. Самый сильный ваш страх – это потерять самоконтроль. Вы обидчивый, зажатый и очень сдержанный. Никогда не отклоняетесь от своего кодекса поведения. Это про Димана дальше было? На самом деле это не про Димана. И это не про Леру. Это про те типы, которые они выбрали. И просто каким-то образом есть подсказка, над чем надо бы работать. То есть, вы понимаете же, за такое короткое время давать такие штампы и характеристики – это не окей. Но, тем не менее, мы же развлекаемся. Диман такой, конечно. Мы же развлекаемся. Мы вот так развлекаемся. Так, теперь четвертый. Кто-то выбрал четвертый. Рома, по-моему. Да, Рома выбрал. Рома. Тебе не нравится? Он очень классный. Итак, шизофрения. У нас шизофреника отличается сильной апатией, искажением мыслей и проявлением несовместимых эмоций. Если при виде этого каменного пакерфейса у вас по коже пробегают мурашки, значит, в детстве вас подавляли. Так он же улыбается. Улыбка такая, что граничит с нормой. Значит, в детстве вы подавляли безразличие по отношению к другим и боялись абстрагироваться от вещей и событий. Как личность, вы довольно общительный человек. Вы верите в силу коммуникаций, искренне наслаждаетесь пребыванием среди людей. В то же время, эта самая общительность может быть обманчивая, а за ней может прятаться скрытый, замкнутый человек. Ваши отношения с людьми часто бывают поверхностными, словно бы не хватает настоящих чувств. А в глубине души вы чувствуете, что окружающие вам совсем не нужны, как не нужно и взаимодействие с ними. Ну, вот такой взгляд, что выбрали, то выбрали. Вот оно, вот оно, Рома. Мы, Вадя, это к нам забираем. А шестой, шестой что? Сюда. Шестой. Весь чат просто пятого прочитать. Пятого обязательно прочитаю, но можно шестой прочитать сначала. А шестой это кто? Это я выбрал. Ну хуже уже не будет, наверное. Иван выбрал? Да. Да. Депрессивный человек. Низкая самооценка, комплекс, неполноценность и чувство вины. Вот главные симптомы депрессии. Если ваш выбор пал на именно этого человека, скорее всего, в глубине души вы находитесь в депрессии или тщательно пытаетесь держать ее под контролем. Вас вполне можно описать как человека беззаботного и легкого на подъем. Вы излучаете активность, уверенность в себе и оптимизм. Иногда, правда, в вас просыпается грустный клоун. И тогда наружу проступает меланхолия. Иногда вы можете быть замкнутым и подозрительным. То, что вы пытаетесь закопать в депрессивные порывы, заставляет вас брать на себя роль всеобщего психолога или заниматься поиском ответов на чужие вопросы и проблемы. Как вы его только писали сейчас точно на самом деле. Короче, я подумал, я бы выбрал, наверное, пятый вариант. Вот как раз мы читаем и для Вадима, и для тех, кто попросил. И так называется пятый истерик. Как оно все подходит так? Истерические черты. Поверхностность. Эмоциональная нестабильность. Нарциссизм. Не знаю, что это такое. Эксбецианизм. Нарциссизм. Если именно эта странная женщина вызывает у вас сильный страх и отвращение, то возможно лишь потому, что вы прячете в глубине души неутомимую жажду привлечь в себе внимание и самоутвердиться. Вы создаете впечатление человека скромного, сильной внутренней духовностью, однако в реальности, за застенчивым и тихим человеком скрывается личность, непреодолимо желающая обаять и очаровать окружающих. Вы уделяете своему поведению и внешности большое внимание. Стараетесь выглядеть элегантно, если не сказать с иголочки. Дополняя свой образ теми актуарами. Такие люди, как вы, клонны выбирать редкие и необычные профессии и хобби. Ну что вы выбрали необычную профессию и хобби, уже не скрыть. Вы особенные. Про Вадю все было сейчас. Ну, опять же, я призываю вас, дорогие друзья, триммеры, не понимать близко к сердцу эти характеристики. Вы же понимаете, все серьезные вещи, о которых уже даже сегодня вы так из-под валь сказали, они могут действительно очень расстроить слушателя и сказать, ну это не так, это совсем мне не соответствует, и вы что-то напутали. Возможно, но невозможно для такого огромного количества так быстро, за короткое время, дать такую серьезную характеристику. Ну, я думаю, хотя бы одно предложение, одно слово, ну какое-то созвучие нашло. И потом, что касается Вадима, я скажу. Он очень долго думал и выбирал картин. И я уже не верю. Потому что в психологии все должно быть быстро. Вот раз посмотрел и выбирал. А когда ты включаешь мозги, это уже... Не-не-не, короче, у меня было так. Мне сразу привлекла, типа, эта картинка, а потом я сомневался. И я пришел к тому, что было в самом начале. Я поняла тебя. Все просят седьмого очень сильно. Седьмого? Ну хорошо. Не пиши, что я обманщик. Обманщик 192. Да за что? Седьмого так седьмого. Буллинг с чата. Маньяк. Друзья. Это буйстер, а Слава, что ты выбрал? Итак. Она один выбрал. Характерные маниакальные черти. Сверхвозбуждение, переоценка себя, экстраверсия. Экстраверсия, вы понимаете, да, это? Во внешний мир проявление экстраверсия и склонность пускать ветер и пускать на ветер деньги и эмоции. Если вам показалось очень отвратительным это лицо, это означает, что состояние восторга в вас может перерасти в экзальтацию. А там уже и до уклона в мистику недалеко. Вы человек, который не любит провокации, шум и гам. В жизни вы образец благоразумия, выдержки, сдержанности. И будучи практичным и рачительным, вы всегда держите собственное поведение под контролем. Чел пишет, ББ, я в больничку. Нет, чат, чат, мы дальше пойдем. Все, у нас по времени. Так, сыночек, давайте дальше. Давайте Мамонта. Давайте Мамонта. Выводите. Выводите Мамонта. Ну это, посмотрите внимательно. Так. И вам нужно будет определить, вот кому из этих персонажей вы импонируете. То есть, это уже не раздражение. Кто нравится? Четвертый. Вот где бы вы себя ощутили? Мне на второй нравится. Четвертый обошел. Мамонт или это внутри там он? Четвертый обошел спину и красиво сзади зашел. Все Мамонта гасят, зачем мне это делать? Да, мне тоже самый вопрос. Так, что Ир? Ой, Лер. Я никого не хочу выбирать. Тут есть пятерка. Пятый вариант Мамонта. Не хочешь и не выбирай. Не хочешь и не выбирай, все. Не забывай, что им нужно было кушать, чтобы выживать. А они же мальчики. Нормально, логично. Красава, Дима. Итак, определились? А Мамонта можно выбрать? Да, я сразу определил. Да, четверка тоже. Четверка, потому что зашел красиво в спину и нанес удар. Конечно можно. У нас все можно. Это крыса, крыса. Ой, крыса, это нормально. У меня тройка, он так спокойно. Один, три, что еще? Рома третьего ноги нет. Два, у меня два, два. А кто единичку выбрал? Я не знаю, кто выбрал. Кто одного? А кто один выбрал? Один никто не выбрал, по-моему. Один никто не выбрал. Два, два, три, четыре. Три, четыре. Кто-то спросил, а можно Мамонта выбрать? Чему тело пишут, что крыса четверка? Это я спросил, но я не хотел вопрос. Не хотел. Все, два, я тройку приметил себе. Жертвы нет. Отлично. Итак, два, три, четыре. Правильно? Да. Да. Четверка, ну, он три копья заходил. В отличие от второго и третьего. Четверка, крыса. Не факт. Итак, два, господа. Он просто с жопой. Он просто умный. Вы склонны надеяться, что проблемы решатся сами собой. И до последнего оттягиваете принятие важного решения. Иногда вы пытаетесь использовать окружающих для достижения своих целей, что оборачивается лишь дополнительными неприятностями. Три, 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 любые, даже самые мелкие проблемы вызывают у вас приступ паники. Вы склонны винить других в своих ошибках и до последнего оправдывать себя. Обычно вы перекладываете свои проблемы на близких и обижаетесь, если вам отказывают в помощи. Это точно, Рома. Да это не про меня вообще. Четвертый. Четвертый. Это Дима и Ваня, да? Вы умеете проблемы и всегда ищете нестандартные способы достижения своих целей. Вам не нравится общаться за помощью кому-то. Вам не нравится обращаться за помощью кому-то. В любых ситуациях вы рассчитываете только на свои силы. Обычно вы торопитесь с принятием решения, что может привести к ошибкам, а мы тот четверчику выбрали. Это я. Ну я... Да, кстати, реально. А Слава что выбрал? Я ничего не буду выбирать. Мы ничего не выбрали за Слава. Они... Не хотите, да? Слушай, мы... Это же они добывают еду. Это же то время, где добывали еду. Как к этому относиться, на самом деле? Да, мне тоже кажется, нечего. Это хозяин-барин, ребят. Все, все, я понял. А можете мамонта прочитать? Можете прочитать один, пожалуйста? Мамонт это жертва, типа. И кто-то просил прочитать пять. Все. Итак, люди, выбирающие мамонта, склонны к драматизации событий. Они сами создают себе проблемы на пустом месте, а затем борются с ними, как с невероятными, как с витринными мельницами. Вся ваша жизнь борьба со страхом и мнимыми сложностями, которые являются следствием неуверенности в себе. Один. Ну один вообще жесткий, типа. Очень жесткий. Один, вы уверены, вы уверенно противостоите трудностям и проблемам. В сложных ситуациях вы не привыкли терять голову, прятать голову в песок и не боитесь смотреть неприятностям лицо. Вы привыкли анализировать свои поступки и не боитесь ошибок, воспринимать их как источник получения опыта. Отлично. Ну да, он типа вперед идет, видишь, типа самые первые руками. Никто не выбрал. Никто. Никто не выбрал. Давайте дальше. По-моему, мы его ободнули просто мамонта, по идее. Ну да, но он типа вперед пришел. Давай сейчас лёгенькая. Там, бля, ступая. Она что, лайтовенькая. Внимательно посмотрите на картиночку. Это пёрышки. Выберите быстренько. Я два. Три. Три. Отлично. Блин. Я один. Я... Хорошо. Можно вопрос, пожалуйста, ко всем? Вы тоже постоянно метаетесь или нет? У вас есть... Первое то, что в тебе в голову пришло, Вадь. Это нормально. Поэтому я и говорю, быстро выбрали. Первое, первое, что пришло в голову, то и выбрали. Три. А ты начинаешь, Вадим, уже анализировать? Зачем? Да нет, я просто метаюсь. Я думаю, мне это нравится, это нравится. Вообще непонятно, что анализирует. Да, три, ладно. Да ничего не надо анализировать. Вообще просто выбрали картинку. Тут, наверное, один, два, три. Тут все надо считать, да? Все же есть. Да, все есть. Как скажете. Как скажете. Так. Первая картинка. Первое. Прирожденный лидер. Главенствовать всегда во всем, это в крови. Вы умеете руководить другими не только на словах, но и своим собственным примером. Всегда просчитывайте ситуацию на несколько ходов вперед. Поэтому успевайте подготовиться к любым вариантам развития событий. Сильная харизма, ответственность за принятие решений, главные преимущества вашей личности. Окружающие доверяют вашей основательности и умению брать ответственность за себя. Картинка два. А кто это выбрал, Один? Я тоже. И я тоже. Что ты берешь, Дима? Ты выбрал три за мной. Короче, тест херня, все мимо. Так дальше. Картинка два. Командная игра. Вы отлично знаете, что вписаться в любой коллектив, более того, вам подвластно создавать вокруг себя атмосферу гармонии и сплоченности. В вашей компании все чувствуют себя очень уютно. Недаром вам все спешат поделиться своими проблемами и переживаниями. Ваша поддержка и доброе слово всегда настраивают на позитивный лад и помогают преодолеть трудный период. А кто сейчас выбрал три? А кто выбрал три? Я выбрал. Я Дима и Солислава. Индивидуалист. Для вас самая главная личная свобода. Вам не нужно вести за собой или быть ведомым. Возможность заниматься любимым делом, не подчиняться и не требуя отчета от других – ваша золотая мечта. Часто пытаетесь разобраться в своем внутреннем мире, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. Вы прирожденный новатор. Границы для вас существуют только за тем, чтобы их раздвигать по своему усмотрению. Вы живете по собственным правилам, убеждениям, рассчитывая только на себя и не требуя от других изменений. Ну вот так. Все жаба к войскам пишут. Чел пишет, бля, по третьим искликнул. А не норм. Ванек, лицо попроще реально. Внимание. Первый выбрал. Быстро. Один. 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 Три. О, один безумно красивый вообще. Очень. Один безумно красивый, давайте. Уверенность в себе. То есть личность уверенная в себе. Итак, люди видят в вас, сильного человека, который лучше других знает, что ему нужно. И как этого добиться? Вы уверенная в себе личность, железным характером. Так думают окружающие, но не вы. Только вы знаете, каким трудом достигается внешняя уверенность и сила. Вы стараетесь изо всех сил. И ежедневно работаете над собой для того, чтобы быть тем, кем вы есть. Кто вы есть. Еще какие-то есть? А еще три было. Три, три было. Да. А кто говорил три? Диман. 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 Я третий. Я третий был. Это не про него. Душа компании. Душа компании. Просто душа компании. Душа компании. Вам не хватает уверенности в себе и окружающие подпитывают вас. Однако вы слишком зависимы от этой подпитывки. А можно еще что-то второе прочитать? Конечно, можно. Конечно. Тревожная личность. При знакомстве с вами люди в первую очередь обращают внимание на вашу креативность. В глазах окружающих вы необыкновенная личность с особенным взглядом на жизнь. И пусть вы совсем не считаете себя уникальным человеком, другие видят именно так. Однако ваша неуверенность в себе тоже выдает себя. И те, кто вам завидуют, этим активно пользуются в хорыстных целях. Мэм, прикольно так. Вот тут я смог первый раз в глазах сразу выбрать для себя картинку. Слава богу. Итак, посмотрите внимательно. Посмотрите. Рассмотрите внимательно. Задание дам чуть позже. Так. Рассмотрите внимательно. Дима, выбирай слева первую. Вторая компания. И третья. Нет, двоечка. Двоечка. Третья у меня. Хотя, может быть, третья. А что третья? А что вторая? Я же еще ничего не спросила, ничего не сказала. Просто рассмотрите. Просто рассмотрели. Хотела, чтобы вы рассмотрели внимательно, а потом я вам дам. Диман, мы сейчас заплачем. Мы выбрали. А теперь задача. Выбирать ничего не надо, Вадим. Еще не надо ничего выбирать. Что ты выбрал-то? Я уже выбрал. Все, забыл тогда выбрать. Я забыл, что выбрал. Отлично. Угадайте на картинке, где, на ваш взгляд, фальшивая семья? Двойка и единичка. Нет, два. Два-один. Три фальшивая. Два-один. Два. Мне тоже кажется, что... Фальшивая. Это значит, что вы имеете в виду под фальшивой? Давайте. Они друг друга не любят, может быть. Ненастоящая, да? Ну да. Может быть две таких? Нет, вообще тут одна. Ну просто на первой мать отвернута с ребенком, а батя грустит. На втором за руки ребенка никто не держит. Тоже батя на нас лицом смотрит, а мать в другую сторону. А, потому что кроссовки, да, на нас? Да, Вадим. Да. А третья, она вроде, он и женку обнимает, и ребеночка за ручку. А я думаю, что она как будто уходит. А почему, Лер, тебе кажется, что три фальшивая? Ну как раз таки-то то, что и с женой обнимает, и ребенка за руку держит, и все. Такого не бывает. А что это наоборот счастье? Мне тоже кажется, что это хорошо, Андрей. Понятно. Мне тоже нравится третий. Он обнимает, и держит ребенка. Все рассмотрели, и дали ответ, да? А теперь мы просто читаем, что расшифровка психологического теста. Итак, кто-то выбрал один? Человек пишет один, батя за хлебом идет. Так, семья номер один. Если вы выбрали силуэт этой семьи, то вы очень позитивный человек, который постоянно пытается внести изменения в жизнь других людей. Вот только вы не знаете, что такое настоящая семья. Скорее всего, все дело в том, что выросли без отца или жена подавляла влияние вашего папы. Из-за этого вы теперь не уверены в том, что семья – это нормально. Вы не желаете строить отношения, а точнее узаканивать их и создавать семью. Вот это первое. Так, а два кто выбрал? Так у меня папа есть. Подожди, кто выбрал два? Я выбрал два. Я. Нет, я три. Я тоже три выбрал. Я тоже три выбрал. Диман, ты говорил один или два? Нет, я стал один-два фейк. Вы имеете в виду, вы выбрали, типа, какая хорошая семья или какая фальшивая? Нет, которая фальшивая. Фальшивая – два. Один и два для меня фальшивая. Нам нужно было выбрать фальшивую семью. Для меня две фальшивых здесь, один и два. А почему ты так говоришь? Нет, выбор, типа, я думал, что какая нормальная. Короче, один и два – это фальш. А, то есть ты сейчас послушаешь и скажешь. Один и два – это фальш. Да, для меня две семьи фальш. Все правильно. Для Леры, насколько я поняла, третья фальш. Правильно? Вадим, для тебя. Вторая. Вторая. Для Ивана. Первая. Для Ромы. Вторая. Для Славы. Вторая. Третья, ты говорил. Он выбирал хорошее, да, он как я выбрал. А, все-все, понял. Так, итак, читаю второй, да? Так. Итак, семья два. К сожалению, в вашей семье вам мало уделяли внимания. Скорее всего, родители ворковали друг с другом, куда-то ездили вместе, но вы оставались в стороне. Вам просто не достает материнское или отцовское власть. Из-за того, что вам в детстве не давали определенных чувств, теперь вы требуете слишком много внимания к своей персоне. Обычно это вызывает в людях зажатость, высокие требования к партнеру. Вот почему вам так трудно создать семью. Вот почему вы эту картинку не считаете семьей. Это кто выбрал второй. Третий. Лера. На данном изображении счастливая семья. Вот только если вы считаете, что эта семья поддельная, то есть фальшивая, то вы получили сильную психологическую травму. Возможно, семья была неполной или неблагополучной. Из-за этого у вас настолько много комплексов. Это оставило неизгладимый след в вашей жизни. Исправить ситуацию можно исключительно при помощи настоящей любви. Вам необходимо найти свою вторую половинку, и тогда всё встанет на свои места. То есть ещё раз я вам хочу сказать, друзья, что все эти психологические тесты, они же короткие и очень поверхностные. Я призываю вас не принимать близко к сердцу. Но взяла специально щекотливые темы, потому что вокруг да около мы всегда ходим этого. Но на мой взгляд, как бы я ответила, для меня фальшивая тоже первая, и третья счастливая, на мой взгляд. Во второй я считаю, что 50-50. Следующий тест. Очень интересно, на мой взгляд. Мы немножечко сейчас переключимся. Всё в тильте сидят уже, всё. Ого, сложно. Это изи же. Это два полушария, я правое убираю. Смотрите. Итак, ни для кого не секрет, что у людей доминирует или правая, или левая полушария. Да? Лево полушария. У такого есть мозг. Что относится к правому полушарию, что относится к левому, да? Это к правому пространственная ориентация, целостное восприятие, трёхмерное восприятие, воображение, мечты, ритм, цвет, то есть ярко. Операции последовательности, логичные, линейные представления, операции с перечнями, операции с числами, анализ, логика и речь. Это левая полушария. А теперь... Мне кажется, на картинке как-то утрированно левая полушария выглядит. Слушай-ка, я тебе скажу так. Это всего лишь картинка. Это всего лишь картинка. А вот сейчас начнутся наши действия, где мы выведем, ну, на чистую воду, наверное, не скажу, но разберёмся всё-таки, к чему мы больше привержены. Что вам сейчас нужно будет сделать четыре нехитрых операции? Хорошо, хоть не хитрых. И при помощи карандаша записать или L, или P. Итак, что вам нужно сейчас сделать? П, я не буду. Первое. Страшно? Нет. Слепите пальцы рук в замок. А как писать тогда? Да никак. Это минута. Теперь, какой палец лежит на поверхности? Большой. Большой. Правый. Ну вот. Это же большой палец. Правый. Правый. У кого правый, у кого левый? У кого правый, тот пишет буковку P за главную. У кого левый, L на своём листике. Быстренько, карандашик. Угу. Написали. Быстренько, чик. Угу. Написали. Теперь, следующее задание. Представьте, что вы целитесь в дальнюю мишень. Представьте, что вы целитесь. Если вы пользуетесь при этом левым глазом, а прищуриваете правый, то напишите L. А если используем правый, то P? А если, совершенно верно. То P. Как будто тест на левшу прав, шо прав. А если Лёба прищуриваем? Лёба прищуриваете правый, а если левый, то P, конечно, Вадим. А если левый, то L. А если Дима, F? Диман, 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 у тебя PPL? Да. А теперь похлопайте в ладоши. Хлап, хлап, хлап. Сильнее, 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 сильнее. У меня коты проснутся сейчас. Какая ведущая рука? Какая ведущая рука? В каком смысле? В прямом смысле. Какой ты хлопаешь, а другая принимает. А, я понял. Правая. Если правая хлопает, то P, если левая, то L. А, нет. У вас получилась аббревиатура. У кого пася? Л, Л, П, П. У меня П, П, П. С ПТ у Ромы получилось. Так, Л, П, 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 П. Всё, начинаем с Леры. общительность дружелюбия коммуникабельность эмоциональность подверженность влиянию окружающих людей не достает настойчивости и упорство это вот такая характеристика по этим аббревиатурам так вадим я не понимаю я тоже не могу понять как я веду смысл хлопай как право давай как вы это понимаете с большей силой и скорость по левой руке все право и ведущие следующая аббревиатура мы только леру давайте скажите ппппппппппппппппппппппппппппппппп ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп Ваня и Дима Следующая аббревиатура Простота, дружелюбие, склонность к самоанализу, разбросанность в интересах У меня ЛППП У тебя первое Л и 3П Да Вначале прочитали это Да? Нет Первое Л и 3П потом, это мое Общительность, дружелюбие, коммуникабельность, эмоциональность, подверженность, влияние окружающих людей Не достает Так я хлопал тогда Ну вот и нет Конечно, он был занят Он никак не мог определиться Конечно Такой рукой хлопать Что еще мы... У меня ПППП У тебя 5 4П ППП. 4П 4П Это бонус продукт placement вы стопроцентный простой жизни ориентируйтесь на стереотипы консервативный и конфликтный какой же ты слава я такая вы тоже я тоже сильный тип характера упорство настойчивость решительность человеку сложно уступать и он почти никогда не меняет своего решения и точку зрения меняю неправда почему работает но есть исключение из правил я включение а катюха получается нет а вот это имба кстати красиво выглядит все я выбрал уже я четвертый выбрал я один и так финансовый поток супер денежный тест просто выберите понравившийся 1 1 1 1 выбрал что-то выбрал я 1 1 мы с ванькой 1 выбрали это кстати не очень что с вами доллар это валюта классика более всего вероятно что вы щедрый и моральный стремитесь стать лучше у вас высочайшие амбиции и стандарт даже не простые вещи вы на простые вещи вы смотрите с оригинальностью ракурса партнером и коллегам по работе может и показаться что с вами трудно но труднее всего вам самим собой вроде про вадима но не про ваню я я красиво кто второй выбрал рома второй выбрал второй вы человек оригинальный и с чувством юмора эти качества могут помочь вам в бизнесе вы ответственны увлекающийся делом человек который любит заплатиться от других вы верите в честную работу легко берете на себя обязательства у вас хороший характер вы вызываете доверие у людей вы яркий быстро остроумный вы у вас есть всегда что-то интересное что рассказать там умные ребята на короче чату помогают какие варианты мы не защитим они в чаем интернете находят и пишут чат 4 4 читаю может и не надо тогда лучше если там что-то плохое нет нет они не показали я точно читаю а кто четыре выбрал четко 4 слава оригинальное мышление может быть может помочь вам в делах и бизнесе вы можете добиться большего проницательный и философски вы уникальны своем роде человек рядом рядом с вами нет никого даже слегка похожего на вас вы интуитивны и немного причудливы но в этом строится вашего успеха в работе в бизнесе вас часто понимают неправильно и это вас ранит один в один слав еще что-то еще а давайте пятерку кто-то не никто не пятерку классика и простота чат приоритет приоритет и в работе и бизнесе классика и простота я радычу выбрала 1 1 можно можно ваша работа или бизнес могут страдать от того и тем не менее от этого пардон и тем не менее стабильный и верный расчет в делах обеспечит вам успех вы сталкиваетесь с определенными трудностями в работе и бизнесе но вам не стоит унывать нужно просто идти вперед уверенный и доминирующий вы достаточно независимый человек еще что-то можно в туалет покачал посыт да там просто все просят и у меня все тройку спамят да вообще не вопрос только скажите вы умеете мыслить нестандартно так вы умеете выделять суть и строить схему бизнеса детали бизнес детали бизнеса плана можно составить потом важна сама идея вы умный и задумчивый человек вы хороший мыслитель ваши мысли и идеи самое важное вы любите обдумывать свои теории и взгляды в одиночестве вы интроверт ну то есть работа внутри не чат вы что все бизнесмены что ли ну а почему не давай тогда шестерку что ли последнюю послушать одобряется подобным и так шестерочка выбрав советские рубли на картинке теста вы видимо скучаете по стабильности но ностальгия по ссср ничуть не помешает вашему успеху в работе и бизнесе добрые чувствительны вы легко строите деловые отношения с людьми у вас есть много друзей вы любите делать их жизнь лучше у вас теплая и светлая аура аура вы с уважением относитесь к хорошему и стабильному бизнесу всех удовлетворили прикольно 100 рублей я вообще не видел что там есть 100 рублей если честно где 100 рублей вот сестерка а это советские 100 рублей чат ну чё поехали а у нас рома не пришел еще не вернулся ждем ром мне кажется возможно из одного из ответов своих он сейчас сейчас сидит полном туалете а прикольно так вроде похоже как-то да они не очень серьезный они не претендуют на последнюю инстанцию вы же понимаете вообще любые даже самые классические тесты опробованные миллион раз дают иногда сбой системе нормально от как я забыл как называется тест который картинки показывают типа клякса там всякие и так далее а он достоверен он достоверен если он классической проходит обстановке вы же понимаете это один на один с психологом достоверен что как извините отходил то есть если бы мы находились один на один мы могли бы выбрать другие варианты да есть шанс не в этом дело я сейчас про другое на публику вы иногда показываете не те варианты не того себя да я сегодня просил леонтьева прийти они быстро вот пришел леонтьев смотрите я говорила о том что даже классический в классической обстановке ну то есть один на один ты с психологом это могут быть сбой есть погрешности безусловно а уж такой обстановке мы это развлечение это возможно ну каким-то образом приоткрыть завесу в подсознание ну так что то понять про себя про окружение весел не случайно это я вам могу совершенно точно заявить что именно таким составом вы собрались не случайно именно это произошло в среду хотя планировали другой день то есть на самом деле все не случайно этому предшествовали какие-то шаги какие-то ситуации и дальше еще что-то будет интересно и так идем сейчас точно развлечение посмотрите на картинку и скажите что вы увидели 1 деда 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 нет мне какой-то мужик жили где родой ну с бородой чел нет мужик с артом на лбу нет что не мог мужчину в смысле я не мог долго думал в этом деда действует о том что у вас сильный характер настойчивость и уверенность такой человек не привык сомневаться в себе и своих поступках вы все реализируете принимаете только взвешенные и рациональные решения на самом деле здесь есть и мужчина и женщина если мы перевернем картинку то вы увидите женщину нет а я думал что это мужчина с волосами мужчина и и это правильно ты так думаю почему нет она лиза и да винчи нет там есть первый мужик был я луну видел я мужика дома до увидел лес да кто-то увидел город что я мужика увидел я увидел прошлой картинке еще добро да то не верят пар я увидел первым надо что вы увидели первым так значит вы общительный целеустремленный человек такие личности чаще добиваются успеха в начатом деле являются победителями по жизни другой стороны это выбор указывает на скрытые тревоги узнаете что вы себе подавляете с помощью онлайн теста ну если вы увидели лес лес видят романтики и мечтатели такие личности сосредоточены на своем внутреннем мире и часто находятся под воздействием фантазии вы до сих пор глубине души верите в чудеса и знаете что рано или поздно сами тоже произойдет невероятное приключение следующее главное что приключение на водопад увидел или девушек я девушек я девушек увидел хорошо итак если вы увидели водопад первым водопад видят уставшие или морально источенные люди отдохнуть и много работаете и уже порядком устали такой стиль стресс эмоциональным выгорания наличность наличие которого может можно определить девушки бросаются в глаза внимательным сконцентрированным такая личность обладает отменной памятью творческим складом ума у вас отлично развито воображение художественный вкус я сейчас всем схему сломаю просто смотрите наверх картинки когда она открывается и все будет я в центр смотрю а я камень я увидел водопад снова хорошо такой технический наверняка вы обладаете хорошей памятью и внимательностью если это не так то срочно займите их всех тренировок у вас отличный потенциал который можно развивать если вы увидели девушку ее видят люди с гуманитарным складом ума скорее всего вам отлично даются гуманитарные науки работа связано с творчеством таких личностей ранимы впечатлительны чрезмерно подвержены стресс жарами как в чат а я сразу двух увидел сразу а я сразу двух увидел лицо ворон ворон Вадя, извините кричать я кричу потому что мне я туда сказал что я увидел Димова сомнился во мне чувствую что ворон это плохо но я увидел ворон итак ворон такой ответ дают люди пребывающие в плохом настроении подумайте что вас угнетает и как исправить ситуацию высокая вероятность что вы сильно устали и нуждаетесь в длительном отдыхе требуется перезагрузка и смена обстановки это поможет пересмотреть жизненные цели и восстановить энергию для дальнейшей деятельности голова такой результат характеризует личность как стрессоустойчивая и психически уравновешенная вы находитесь в устойчивом нервно-психическом состоянии не склонны к истерикам неконтролируемому поведению безвеской на то причины вас чрезвычайно сложно вывести из себя чел пишет где лицо череп череп да я череп увидел череп детей никто не увидел не ну потом уже но потом хорошо итак череп такой результат указывает на наличие мрачных депрессивных мыслей вас что-то сильно беспокоит вы смотрите на мир с недоверием ожидание беды действительно может привлечь в вашу жизнь что-то не очень хорошее не позволяйте грустным мыслям завладеть вашим вниманием хорошо детей кто первый увидел такой ответ дают оптимисты мечтатели по жизни если вы видите детей шариками значит с уверенностью смотрите в завтрашний день и ждете от жизни больше хорошего чем плохого я просто стал смотреть на картинки сверху и поэтому вижу плохое все яйцо 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 а это яйцо не солнце итак смотрите кто-то увидел закат да закат видит атеисты и романтики кто атеисты вы обладаете тонким художественным вкусом и замечаете даже малейшие мелочи внимательность любознательность позитив это ваши главные качества яйцо класс вы замечаете уверенные в себе целестремленные личности таких людей часто называют прагматиками или реалистами они обладают хорошей памятью высокой концентрацией внимания и аналитическим складом умов ну яйца то красавцы череп 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 блин а можно заново открыть картинку девушка яйцо хорошо так череп такой ответ теста свидетельствует о наличии грустных мыслей а возможно даже и депрессии узнаете есть ли у вас подозрения на нее высока вероятность того что в дальнейший момент вы чем-то расстроены или пребываете в затруднительном положении помните что после черной полосы всегда наступает белый период большинство проблем может всего вовсе пропасть это про Наташу ее видят впечатлительные некие личности такие люди достаточно же они в глубине души хоть могут и сами этого не признавать на самом деле ребят ну я уже не могу просто терпеть ничего это не обозначает это всего лишь ваш взгляд это что-то вы видите в начале что-то все равно вы увидите потом о-о-о развлекаемся ой девушка ой фламинго фламинго гусь фламинго если вы видите фламинго это указывает на романтичность и мечтательность вашей натуры а если вы видите гусь и обладает творческим потенциалом который при правильном подходе перерастает в настоящий талант женщина обращает на себя внимание внимательных и сконцентрированных людей этот выбор целеустремленных уверенных оптимистично настроенных ага бабочка а я кинка увидел а я кинка увидел кинка человек бабочка вы в душе юный мечтатель который верит в чудеса у вас богатое воображение и хороший вкус скрипка рассудительность и надежность такие люди являются хорошими сотрудниками на рабочем месте отличными партнерами в личных отношениях а человек а человек а где человек он там же еще и травка есть и цветочки мы с тобой фон просто мы просто фон видели бэкграунд ну что на этой оптимистической ноте вы поделитесь обратной связью как вам вообще сегодняшняя наша встреча очень классно классно очень здорово очень интересно я что-то тильтанул а потом плюс мораль а потом опять тильтанул а потом опять плюс мораль эмоциональные качели я вообще жесть я слиз нормально так скажем много чего не подходит никогда не знал как выглядит депрессия теперь сейчас появилась на самом деле еще раз скажу что ко всем психологическим тестам ко всем ко всем надо относиться с долей ну такого скажем не хочу говорить слова недоверия но оставить что-то для себя поэтому что бы вам не говорили что стопроцентно работает нет на ваши ответы влияет все как вы поспали как вы поели какой у вас день был что вы вообще с кем вы сегодня встречались поэтому все влияет очень сильно на ответы поэтому очень сильно прошу внимательно ну как серьезно серьезно мне относиться к тем вещам о которых мы сегодня немножечко поговорили и опять же хочу повториться и сказать что это всего лишь приоткрыли завесу ну возможно кого-то это натолкнуло на какие-то мысли кто-то действительно что-то услышал про себя и сказал о да точно кто-то сказал фу блин какая фигня это опять же всего лишь развлечение всего лишь развлечение я прошу прошу к этому относиться как к развлечению не больше не меньше а можно я придумал еще одно развлечение только сейчас увидим кто вот найдите на картинке две одинаковые вещи на какой вот сейчас на дискорде на вебках две одинаковые вещи что это за вещи у кого она я уже нашел два микрофона одинаковых нет два сердечка у меня нет ты офигел где на разных вебках эти вещи на разных вебках два вентилятора да у нас одинаковые вентиляторы с вами только сейчас увидел блин красава дима у меня раскрылось видение отлично лучше дима спасибо большое прошу нет еще не шла я хочу оценки так хорошо по пятибалльной шкале дайте пожалуйста оценку нашей встречи я не говорю мне там нашему общению нашей сегодняшней встречи вообще как вот мне вообще мне все понравилось да мне тоже все понравилось мне была очень приятная атмосфера такая типа прям клевая мне не понравилось что вы забивали а мне кажется что вы зажатыми я не знаю как вы обычно себя ведете мне кажется вы в жизни поактивнее люди я ошибаюсь типа для меня такие тесты это все время какой-то повод типа ну подумать реально то есть может быть а мне наоборот нравилось то что все говорили даже иногда не в попад хоть это казалось что это типа нет все живо было да мне наоборот так и должно быть потому что мы уже общались понимаете если бы мы общались один на один это одно а мы общаемся ну я считаю что это такая встреча она именно вот к этому всему и благоволила чтобы пообщаться где-то по выкрики нормально это да вообще пять твердое да ром пять 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 дим пять я выпрашиваю мне кажется нет пять не мы просто говорили уже просто да это слышишь Вадим вот ты говоришь а мне все понравилось а может вообще в жизни по большому счету нравится все нет и я так думаю что-то ведь не понравилось что-то цепанул а хочу вот был какой-то тест который цепанул на какой-то момент ты почувствовал себя некомфортно вот это да с лицами когда я черепа стал видеть я черепа стал видеть он им образом характеризует вот вот если у тебя нет людей которые тебе неприятны ну как бы ты нейтрально к ним относишься я так понимаю да неприятный не неприятный просто так никак я правильно тебя понимаю да ну мне типа то есть не вызывали никаких эмоций да мне типа все равно не страха некоторые мне наоборот нравились типа лица там даже нравились да ну вот этот который улыбался усатик прикольный да мне тоже он понравился и бабушка и бабушка последняя такая тоже красивая мне тоже нравится опять же давайте вот я вам скажу кто составляет тест то есть придумывает кто инопланетяне люди люди психологи они потом Лер аааа ну сначала кто это люди и любому психологу не люди гений я вот реально когда задумываюсь сколько гениев вообще не дай бог гений на самом деле гений это отклонение от норм понял я не долго не живу гений я знаю всех своих зрителей называю гениями я скажу тебе что гений это отклонение от норм поэтому поэтому ну сейчас не об этом не будем извините пожалуйста что такое я когда что-то хорошее чел сделал я говорю ты гений нет но ты гений ты же я в хорошем ключе говорю что он умный да я просто говорю что гений это не всегда окей это личность которая развивается однобокой что дальше там ее ждет никто не знает но это отклонение от нормы в норме чтобы все перетекало из одного в другое где-то поскандалил где-то поплакал где-то поулыбался поржал давайте поплачем сейчас я вообще не плачу я вообще не плачу никогда блять опять я только тильт то есть я рада знакомству еще хочу сказать спасибо большое я благодарю за доверие Вадим спасибо большое что пригласил и если вдруг произойдет вновь родиться это желание я буду рада встрече спасибо большое что как говорится посетили и спасибо кто пришел потому что некоторые вообще боялись приходить на такой стрим серьезно да прям боялись ну типа переживали переживали очень я даже не 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 скажу вам в этом виновата ну я называю не хочу обижать людей но скажу что это это называется 3 секунды до бана 3 закроши сейчас запрещенка не ничего запрещенка не на самом деле это ну недопонимание большое психологи это кто это люди которые работают с нормой они не имеют к медицине никакого отношения совершенно а боятся видимо психотерапевтов что сразу какие-то штампы и ярлыки приклеят и как он дальше бедненький с этим будет штампом жить на самом деле вовсе нет я мирный психолог человек вышедший из образования все будем прощаться тогда будем будем прощаться да спасибо спасибо огромное до свидания до свидания Ваня а тебе надо готовиться да к стриму ну не мне нужно к Сереге просто побежать и туда а я просто что-то вообще не хочу рекламу делать прям такое настроение так беги Ванек чего сидишь то ну ты подождешь минут пять я не знаю да конечно подожду пять минут давай ну мне там еще залогиниться нужно будет может ты сделаешь пока КС Горан хотя бы ну если чат попросит попросит спасибо Слав что пришел большое да Лерон спасибо тебе тоже спасибо вам огромное когда в случае едем давай 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 сейчас ну да я сижу у меня в глазах хуйня это иди поспите вылежать надо ты чё брат а чё ты не сказал мы бы тебя послали нахуй это из-за тестов у тебя не мне просто не знаю из-за чего но мне просто очень интересно было прям типа это пиздаться давайте на КС Горан зайдем реально не делай не делай а до башка брат ты машину купил нахуй бля пожалуйста бля бля честно мне так понравилось пиздец прям не знаю я это какой-то другой напиши в телегу чё заточка так ты ещё не видел ты ещё не видел не ты точно хочешь увидеть прям сейчас да я очень хочу у меня такой любопытный ладно давайте